С открытием навигации на реках Чувашии сотни любителей рыбалки и отдыха на природе спустили на воду свои катеролодки. Однако некоторые судоводители зачастую так спешат выйти в плавание, что напрочь забывают о форме для этого все необходимые документы. Их наличие во время рейдов проверяют сотрудники госинспекции по маломерным судам МЧС России. Вместе с ними отправилась сегодня в рейд и Юлия Важенина. С начала купального сезона на водоемах произошло 19 происшествий. 13 человек погибли, а 8 удалось спасти. Больше всего жертв среди любителей купаний под градусом, а также часто люди гибнут на диких необорудованных пляжах. Уважаемые отдыхающие, просьба не заплывать за буйки. Ежедневно инспекторы ГИМС проверяют несанкционированные места отдыха. То тут, то там разбросанные вдоль берегов Волги близ Чебоксар. Больше всего опасений вызывают участок бетонки, расположенный у водозаборной станции Зоовражная. И столь любимая горожанами песчаная отмель напротив речпорта. Впрочем, присматривать нужно не только за отдыхающими, но и за судовладельцами. Они, как и автомобилисты на дороге, должны соблюдать правила на воде. Пробок, конечно, на Волге нет, да и движение не так затруднено. Но от этого опасности водные стихии несет не меньше. Самое частое, чем грешат судоводители, это отсутствие экипировки. Также нередко небольшие яхты и катера подплывают близко к купающимся людям, рискуя зацепить кого-нибудь винтом. За право нарушения на водных объектах, в принципе, у нас предусмотрены статьи административного кодекса. Основные статьи, которые мы применяем, это в том случае, когда лицо управляет судном без права управления, либо передача, это статья 1.8, либо передача судна лицу не имеющему права управления. Наказывается тот судоводитель, который свое судно предоставил, лицу не имеющему права управления. Либо управление, вот я говорил, на своем нетрезвом состоянии. Либо выход судна технически неисправного. Значит, либо без проведения технического освидетельствования техосмотра, либо если судно не зарегистрировано, не несет бортовых регистрационных номеров. Инспекторы водных дорог призывают жителей республики отдыхать и купаться только на специально оборудованных пляжах, которые соответствуют всем требованиям безопасности. Ведь, как известно, жизнь и безопасность человека зависит в первую очередь от него самого. Поэтому не стоит надеяться на любимое русское авось. Юлия Важенина, Антон Вовк, Республика.